Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят?» О чём говорят? По всей стране, во всех регионах начинается всеобщая диспансеризация. Ведь от этого чем-то грандиозным и архисложным. Об этом говорят. Многие вообще не представляют, как это будет проходить. Хотя все соглашаются, это очень необходимо. Итак, что у нас или как это будет происходить в Самарской губернии? Мой собеседник сегодня заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Спасибо большое, что пришли. Ну, во-первых, диспансеризация, конечно, очень важна для общества. Особенно вот сейчас. Не просто созрело, да, уже... Ну да. По большому счёту, конечно, будущее должно быть за профилактикой. А если не знать, что у тебя есть, каким риском ты относишься, какие у тебя заболевания есть, конечно, трудно предотвратить какие-то более грозные осложнения или ещё что-то такое. Страшнее, скажем, врачи зачастую просто не успевают вытащить тебя из той бездны, да? Да. В которую ты... Отстаём очень сильно мы, в принципе, в этом смысле. Да, то, что было хорошее, то, что было сделано в советской революции, когда была у нас всеобщая диспансеризация, когда мы привыкли, что нас из поликлиники не выпускали, пока мы не пройдём, определённый ряд обследований, специалистов и так далее. Особенно на предприятиях в своём время. На предприятиях была очень сильно развитая медицина производственная. И вот последние 15-20 лет мы это, к сожалению, потеряли. И вот ей были шаги определённые делать. Начали, как всегда, с детей. То есть дети, дети первого года жизни, дети-сироты и так далее. В праве модернизации у нас были 14-летние дети. То есть вот здесь мы отрабатывали те раски диспансеризации, которых вот сейчас с этого года вылилось... Пытаемся, да, сделать. Да, пытаемся сделать. В масштабах уже больше. К детям ещё вернёмся, хорошо. Хорошо, вот вопрос вот какой, что всех, в принципе, беспокоит. Потянут ли медучреждения области? Я здесь что имею в виду? Вот сидит гражданин на диване, включает телевизор. Мы ему говорим, дорогой, всеобщая диспансеризация. С одной стороны, человек понимает, что это хорошо. А с другой стороны, он рассуждает. Больной в поликлинике устает врача дожидаться. Честно, да? Какая тут ещё диспансеризация? Да, согласен с вами. Но вот давайте посчитаем вместе. Дело в том, что диспансеризация, во-первых, подлежат у нас не все категории. И вот поэтому она не называется всеобщей диспансеризацией, а называется диспансеризацией отдельных групп взрослого населения. Что это такое значит? То есть гражданин имеет право пройти диспансеризацию один раз в три года. Начиная с возраста 21 год. То есть установлены определённые возрастные рамки. 21, 24, 27 и до 99 лет. То есть вот в эти возраста гражданин будет проходить диспансеризацию. Ну, в 99 можно уже диспансеризацию каждый месяц проходить. Ну да. И, соответственно, ещё из этого списка вычитаются люди, которые проходят диспансеризацию по другим каким-то принципам. Это сюда относятся те, кто уже стоит на диспансерном учёте. Есть достаточно большая армия у нас больных, имеющих значимые хронические заболевания. Вот они не подлежат диспансеризации, потому что они и так уже больные. Они и так уже больные. В картотеке есть и в воздух. И их вызывают и так далее. То есть за ними идёт наблюдение. Поэтому вот их не будет. Не будет беременных женщин. Нет чернобыльцев, потому что у них своя диспансеризация, которая достаточно давно идёт. То есть, в принципе, поток не так уж велик. Сейчас я скажу про цифры. Госслужащие, муниципальные служащие и так далее. То есть вот эти вот все, они не подлежат диспансеризации. И плюс те, кто проходит периодические осмотры по приказу, по профредностям. И вот мы посчитали, что в год у нас количество тех, которые принадлежат диспансеризации, около 200 тысяч человек. От 150 до 200 тысяч. То есть, если мы разделим на количество участковых врачей, то получается на участкового врача дополнительно нагрузка 170-180 человек за год. То есть, вот говорить о том, что мы когда сначала тоже прочитали нормативную базу, схватились, вернее, когда не видели нормативную базу и не считали ничего, что мы когда-то услышали слово диспансеризации, тоже схватились за голову. Потому что подумали, где взять силы и средства. А когда посчитали, посмотрели, что все-таки 180 человек для участкового терапевта, это на год. На год. Не ежемесячно же, а в год. Но ведь люди же у нас как ходят. Вот я понимаю, что вы планируете, что каждый день будут приходить, там, например, по 7 или по 15 человек, да? Но это же вы только так планируете. А человек, он же не... Графика же специального не будет прохождения этой диспансеризации. Это как человек сможет, как работодатель отпустит, да? И может случиться так, что у него в понедельник придет не 7, а 77, а в пятницу придет не 15, а 5. Здесь тоже... Есть риски в этом, есть, конечно, потому что наше население мало прогнозируемое, да? Когда получается, но Минздрав, прежде чем сделать на всю Россию, представьте, это вот диспансеризацию провели, пилот в Московской области, где в течение одного месяца провели вот по той схеме, которая у них указана в приказе, диспансеризацию. И выяснилось, что да, что первая неделя, ну, там был низкий уровень, потому что не было пока информационного повода для того, чтобы пойти в поликлинию. Не все знали. А затем, значит, вторая, третья, четвертая неделя был примерно одинаковый уровень. То есть здесь вот, когда уже информированный прослойок становится нормальным, когда люди об этом узнают, примерно все равно распределяется одинаково. Ну, за вычетом той недели, когда у них там были праздничные дни, там, конечно, упало количество посетителей. То есть будем надеяться все-таки на то, что более или менее ровно. И не будет так, чтобы сегодня один, а завтра будет 70 человек. Хорошо. Ну, вот мы начали с вами с того, что что боится обыватель, да? Это вот этих длинных очередей в поликлиниках, когда действительно больной человек не всегда думает, попадет в короче или нет, а тут появляется еще и практически здоровый или, ну, пришедший на диспансеризацию. Увеличивается рабочий день врача? Нет. В целом поликлиники будут работать в том же режиме, как они работали. Да, то есть с 8 до... Отдельные кабинеты в поликлиниках будут? Здесь, смотрите, да, я сейчас поясню, как мы планируем это сделать. Ну, во-первых, сейчас, пока мы не проводим диспансеризацию, да, связано с тем, что, да, что, во-первых, идет грипп, сезонный подъем заболеваемости, поэтому все планы мероприятия мы в эпидемию обычно отменяем, а диспансеризация все-таки плановые мероприятия. Поэтому мы планируем где-то, ну, начать с апреля, да, когда у нас пойдет все это дело на спад, где-то с апреля, может быть, там, даже со второй половины апреля. И вот уже по статистике у нас есть, как бы, графики, мы видим, что в мае, мае, июнь, июль, как правило, уже число посетителей в поликлиниках у нас спадает и так. То есть мы хотим, чтобы у нас все-таки пик диспансеризации пришлось как раз вот на эти конец весны. Когда не так много пациентов. Когда не так много пациентов, да. Потому что есть отвлечения какие-то там, ну, на даче отпуска и так далее. То есть в любом случае более-менее становится... Как принимать их будут врачи? Вот услышал у нас человек, ага, галочку себе на календаре пометил, там, с апреля месяца можно, да. Приходит в поликлинику, да, в регистратуру. Говорит, я хочу пройти диспансеризацию. Его отправляют к его терапевту или есть специализированные кабинеты, где... Есть два варианта. Вообще есть кабинет профилактической работы. И на них будет замыкаться организация всей этой работы. То есть если сейчас пациенты идут, они идут, ну, так скажем, самотёком, и им никто, ну, кроме регистратора, никто не управляет, да, и они идут там к своему специалисту и так далее, то есть кабинет профилактической работы или отделение профилактической работы, ну, в зависимости от мощности поликлиники, они будут координаторами этого всего процесса. То есть каждая поликлиника внутри себя будет координировать вот этот вот процесс людей, которые приходят на диспансеризацию. Да, да. Плюс мы ещё планируем задействовать здесь центры здоровья, которых у нас в области достаточно развитая сеть, и которые, так скажем, у нас недогружены, но которые... Значит, прийти можно не только в поликлинику, но ещё вот в эти центры здоровья. В центры здоровья, да. Информация вся, вот когда у нас начнётся официально, вся будет в каждой поликлинике в территориальной вывешена. И вот чем ещё отличается диспансеризация от того, что раньше было, там работников мы диспансеризировали во время реализации национального проекта, там было по месту работали, что-то такое. Здесь только по месту жительства, то есть там, где пациент прикреплён. Прописан, прикреплён, да. То есть здесь в территориальной поликлинике будет и будет вся информация для пациента написана, вот если он хочет пройти диспансеризацию, куда ему идти, или в отделении профилактики, или в кабинет профилактики, то есть для каждого будет прописан свой маршрут. Хорошо. Я немножко гоню, у нас не очень много времени осталось. Вот скажите, обязаны ли работодатели отпускать сотрудников в рабочее время для прохождения медосмотров? Ведь тоже довольно-таки существенная проблема, потому что человек понимает, что где-то вот там колет у него, что-то болит, да, к врачу не всегда есть время пойти, а тут мы ему говорим, дорогой, у тебя диспансеризация, можешь идти обследоваться. А работодателям говорят, на больничный хочешь уходить? Уходи, а диспансеризация? Понимаете, здесь прямая норма, которую бы обязывала работодателя отпускать именно для прохождения диспансеризации, нет. Работодатель обязан отпустить с сохранением заработной платы, и без потери рабочего времени на прохождение периодических медицинских осмотров. Но это другое дело, это как раз к диспансеризации не относится. Но запрета, опять же, тоже нет того, что это должно быть за счет именно времени средств пациента. То есть специального рычага воздействия нет. Но, как нам говорят в Минздраве в большом, готовится пакет документов, потому что в Федеральном законе диспансеризация прописана об основах охраны здоровья граждан, но в Трудовом кодексе пока эта норма не прописана. Мы надеемся, что, может быть, где-то она в марте, в апреле появится, потому что проблема такая есть и задают практически все регионы. Это вопрос. Поэтому будем надеяться, что сейчас как раз подработается формативная база, и будут все основания для работодателя отпустить, а работнику уйти в сохранении всех своих социальных гарантий. Скорее всего, с апреля месяца у нас начинается вот эта вот диспансеризация, и можно будет просто прийти либо в поликлинику, либо в центр здоровья. И вот почему это важно, почему это необходимо, чтобы каждый знал? Ну, дело в том, что вы сами говорите, в поликлинику трудно ходить, очереди большие и так далее. Не обо всех болезнях, которые у нас зреют, мы даже знаем. Да, для того, чтобы не ходить в поликлинику, для того, чтобы получить советы и не получить заболевания уже в итоге. Потому что, конечно, избитая фраза, но болезнь намного проще и дешевле, и лучше предупредить, чем ее потом лечить. Лечить ее, ее осложнение и так далее. Поэтому, естественно, если у вас есть желание узнать о своем здоровье больше, о состоянии своего организма, о том, как вам жить дальше. Желательно, чтобы вы жили хорошо, всем хочется быть здоровыми. Поэтому я считаю, что дается шанс такой, который не нужно упустить сейчас. Нельзя упустить. Да. Хорошо, спасибо. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам большое еще раз. Спасибо.